самая крутая новость 23 февраля от гур и воздушных сил украины украинские защитники сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения а-50 об этом написал в телеграме командующий воздушными силами николай алищук цитирую а 50 с позовным баян долетался поздравляю оккупантов с днем защитника отечества праздновать надо дома и так чтобы баян не порвать спасибо главному управлению разведки министерства обороны украины и всем кто обеспечил результат конец цитаты свою очередь и гур подтвердила факт сбития вражеского самолета используемого захватчиками для наведения ракетных ударов по украине вот трудовая армения горит все самолет упал или что-то и там еще что-то взрывается короче вот у нас еще за дорогой тоже упала чё один попасть самолет наши воины смогли когда он пролетал над азовским морем резкое падение скорости и высоты подбитого самолета а-50 у зафиксировано вблизи города есть какие он тепловые отстреливают дима и пушки отстреливают в российских пабликах распространяется видео на которых свидетелями падения горящего самолета стали жители хутора трудовая армения в краснодарском крае давай армения упал вертолет по соседству рядом тут пипец был большой взрыв и горит очень сильно страшно речь идет о новой модернизированной российской версии самолета которых у государства агрессора остались единицы стоимость судна 350 миллионов долларов вот что пишет главное управление разведки об этом самолете цитирую это воздушный командный пункт который государство агрессор использовала для дальнего радиолокационного обнаружения управления и наведения для ударов по украине ракетами и стратегической авиации конец цитаты впоследствии появились и сообщения от российских военкоров о погибших от 12 до 17 членов экипажа ломали голову захватчики и на тем как из чего сбили самолет сначала настаивали что это сделала их пво но в конце концов от этой версии отказались в то же время украинские защитники похоже не скрывают запустили по врагам ракеты и зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия с 200 по крайней мере и так утверждает издание украинская правда со ссылкой на собственные источники вгур это уже третья потеря российского а-50 ранее аналогичный самолет вывели из строя белорусские партизаны на авиабазе мочулище феврале 2023 года а 14 января 2024 воздушные силы в ссу сбили самолеты а-50 и ил-22 но похоже на подбитом самолете сюрпризы для россиян 23 февраля не закончились ночью беспилотники атаковали российский липецк и атака была успешной есть попадание в промышленный объект не знаем что происходит был такой взрыв страсть аж хлопок только был что стены задрожали на с 5 представляете и вот такой охотник все горит непонятно что местные утверждают что огонь охватил здание на территории липецкого металлургического комбината это предприятие обслуживает государственные заказы на изделия из стали включая идущие на военные нужды речь идет о новолипецком металлургическом комбинате нлмк российском металлургическом комбинате расположенном на левобережном районе это крупнейшие стали литейный комбинат в стране и 17 в мире по объемам производства в 2018 году господи что это саш что дело планируют